Почти полмиллиона рублей. В среднем столько теряют жители Барнаула, которые попадаются в лапы интернет-мошенников. В январе в краевой столице один потерпевший и вовсе перевел аферистам почти 10 миллионов рублей. С начала этого года городская полиция выявила более полутысячи фактов дистанционного мошенничества. Совершено более 200 краж с банковских счетов. Схемы стары как мир. Звонок от сотрудников банка, покупка несуществующего товара в интернете и родственник попал в беду. Актуальными для нашего города продолжают оставаться преступные схемы «Родственник попал в беду». Неизвестные преступники звонят на номера домашних телефонов барнаульцев. Как правило, пожилых людей начинают рассказывать истории о дорожно-транспортном происшествии или иной проблеме, для разрешения которой необходима некоторая сумма денежных средств. Сотрудники говорят, мошенники – прекрасные психологи. Они умеют входить в доверие, просят не бросать трубку и ни с кем не разговаривать. Сегодня на их удочку попадаются не только пожилые люди, а вот поймать жуликов сложно. Раскрываемость таких преступлений порядка 30%. Увеличили случаи обналичивания счетов, куда переводились деньги, за пределами Российской Федерации. Поэтому это обстоятельство и вызывает определенные сложности в розыске и возвращение денег нашим потерпевшим. В этом году в Барнауле с сотрудниками оперативных служб были задержаны 12 мошенников. Вернуть потерянные средства сложно, но иногда реально. Со стороны следственных органов проводится по всем без исключения уголовным делам работа по возмещению ущерба и по розыску имущества подозреваемых, обвиняемых, на которые возможно наложить арест с дальнейшим, так сказать, возмещением ущерба потерпевшим. Сотрудники банка не будут звонить или писать в мессенджерах, утверждая, что кто-то пытается похитить ваши деньги. Они не просят продиктовать данные, карты или СМС. Лучший способ сохранить свои деньги – положить трубку и обдумать все холодной головой. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Ирина Корчегина, Александр Антропов.